Да, да, идешь и теперь разворачивайся. Да, да, потому что она будет вылазить сейчас с двух сторон снег и ты образуешь новые линии, которые надо убирать. Осторожнее, потому что кажется это легко, а потом руки болеть будут очень сильно, непривычки. Вот так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У нас идет клад. Горячий кофе из красных чашек. Как известно, рождественские цвета зеленый, красный цвет. Поэтому они периодически в наших видео курсируют. Поэтому я в зеленой кофте. Мама в красно-бордовой. У нас красные чашки, зеленая елка. В общем, все в лучших традициях. Я даже не подумала об этом. Какая жизнь прожита. Первое десятилетие, второе десятилетие. И мы переходим к самому интересному, наверное, десятилетию. Мы постараемся не говорить много. Мы постараемся рассказать достаточно быстро, потому что видео у нас по 50 минут. Правда, я не увидела ни одной жалобы на то, что это 50 минут. Кто-то там еду успел готовить, пока смеялся с нами и смотрел видео. Ужин приготовить успел. Мы постараемся сегодня тоже украсить ваш день, вечер, утро. Вот. Наша мама постарается своим интересным рассказом. Работала, да. Как я сказала, что я пошла. Я ушла из дома. Ну, ты не ушла из дома, потому что хотела жить отдельно. А потом я сняла квартиру. Комнату. Квартиру. Комнату у бабы. Комнату у бабы. А потом, когда я перешла уже в музыкальную школу, и там была скрипачка у нас стала работать тоже после музыкального училища. Это была моя подружка. Мы с ней сдружились, и мы с ней вместе уже сняли квартиру. Вместе сняли нам и оплачивали уже квартиру. Ну, вроде как там в таком доме, двухэтажном доме. Вот. Мы сняли квартиру однокомнатная, с кухней. Все. Я из дома привозила продукты. Помню, мне мама заготавливала все время парш, как всегда. И я делала пельмени. Вот так вот. Хотя та девочка была Лилечка Берг. Вдруг кто-то знает. Вдруг она меня услышит. Я не знаю, как ее сейчас фамилия. Так она потерялась. Так жалко. Она с Прокопьевска. С Прокопьевска. И она училась в музучилище нашим Барнаульском. И вот мы с ней снимали вместе квартиру. Я даже не знаю, сколько мы. Долго? Долго. Пару лет мы с ней жили. Серьезно? Да, да. Я даже не знала, что ты жила. Вот я не знаю вообще про этот период жизни твоей. Доченька, а кто интересовался? Подожди, вы спрашивали где? На втором этаже или? Да, да. Это был двухэтажный дом. Нам один учитель с музыкальной школы. Он себе там, у него была своя девушка, он себе ушел с ней жить. А он получил эту квартиру тоже. И он сказал, что видите, мы снимали у него, но нам за нее платила. Школа, это не культура. Министерство. Министерство, культура. Оплачивала вам съемки. Там, где мы жили, да. Вот это, конечно, о чем могу сказать. От 20 до 30 лет, конечно, у меня самое активное, самое живое, самое эмоциональное десятилетие. Будем говорить так. Два лет ты жила на съемке? Ну как? С этой девочкой? С этой девочкой мы жили с ней вместе. А как вы хозяйствовали? Я вообще не знала про этот период твоей жизни. Что вы ели? Что вы ели? Мы складывались на продукты вместе. И я когда ехала домой, мы приезжали ко мне домой, мама нам уже закупала, как сейчас помню, пачечный фарш по 250 грамм. Она нам запасалась, привозили оттуда продукты, какие-то, что можно было на вот эти общие деньги. И все, и мы готовили. Смотрите, ну это все в Тольменке. Это все в Тольменке, про Тольменку говорю. Тольменке, да. Да, когда я работала вообще в образовательной школе, это я у бабули снимала квартиру, там рядом с той школой. А когда я пересла в музыкальную школу, мы там уже в центре Тольменки. То было же за железной дорогой, а это после. Мне, кстати, часто так снится это. Вот. И там, конечно, я уже стала заучем школы, работала уже. А как ты стала заучем школы? Я была крутая. Как это ты так перехлестнула? Раз, заучь школы. Ты же учитель музыки. Я была учитель по аккордеону, да. И там как-то молодежь вся работала. Директором тоже была, ой, царствие небесное Надюша Савченко. Вот по всем. Имена, как фамилия. Фамилии. Потому что так было неприятно, она умерла. Ее хоронили в свадебном платье и Мерку с меня снимали. Вот это было. Да ты что? Это было. Мне так было. Мерку просто снимали приблизительно, потому что мы были подруги и близкие. Похожие. Она была, ну, конечно, никогда не была. Я такая нормальная была. С меня просто пришли, сняли, ну, что-то там такое. Ездили, шли. Она была девственницей, шли свадебное платье. Такая. Она была молодая, она была директором, а я стала заучьем. У нас так дружный такой был коллектив. Мы с Новый год, все праздники встречали у нас на квартире. Все. Я, как всегда, везде за кухню отвечала. Я всегда готовила. Ну, мне это нравилось всегда. Вот. И Лиля скрипку преподавала. Я аккордеон. И, в общем, веселая. Потом я еще была там задним в районном совете. Меня выбрали. Я была заучь школы. Вроде как. Ну, я не знаю, даже уже не помню. Просто вот это очень активная. Я... Просто ты была активистой. Я на заседании. Я очень активная была. Очень. Ну, ничего не говорю. Хотела. Ну, это такая жизнь. Не знаю. Хотелось после студенчества показывать все свои. Да. Да. Я уже заучено училась при этом. Угу. Я была секретарем на заседании. Я писала. Там было заседание там районного совета. Я присутствовала на каждом. И я записывала, кто был, кто не был там. Ха-ха-ха. Понятно. Там были всякие возможности, конечно, все. Молодая была с длинными волосами, с длиннющим хвостом. Привлекательная. Я ничего не говорю. Хорошо было мне. В это время тоже от этой же, вот так как я была активистка, посылают первый раз. Была такая... Спутник и глобус. Спутник и глобус. Спутник и глобус. Нет, это был спутник и глобус, эти туристические агентства, что ли. Ага. Спутник это было молодежное такое направление. И глобус. Так и от спутника я поехала первый раз в Польшу. В каком году? В 75-м. В 75-м. Как сейчас помню, да, это был международный год женщины. Сколько тебе лет? И меня поздали. Ну вот, в 5-м. Ну давай. В 55-24. Угу. И я, я и Лиля, мы вдвоем с ней, три активистки, нам как бы выделили путевки. Попробуйте, достаньте. Потому что по этому спутнику, все, кто... Я называю эти слова, все знают. Это было недорого. Вот, это было молодежное движение. И мы поехали по, как это... Вот что вы этим впечатлили? По бросовым ценам. По бросовым ценам. Нет, да. И мы поехали просто в Польшу. Ну просто туристы, как туристы. Туристы. Да, мы были в Варшаве. Были в Сопоте. Еще когда эти сопотские фестивали проходили. Мы были в Сопоте. Помнишь там гостинице, где я тебе говорила, что вот это в Польше гостиница? Слушай, я помню, что ты рассказывала. Да, да, да. Я помню вот фотографию, но вот это вот... Это просто было экскурс. Мало. Я вот, кстати, никогда не задумывалась о том, как в те годы ты попала в Польшу. Я просто знала, что ты была в Польше. Да, потому что да. А вот сейчас я понимаю. А вот такую мы привилегию имели, да. Мы были крутые. Слушай, так это круто. Мы были крутые нам, потому что очень путевки. Тяжело было достать путевки начнем с того. Во-вторых, это было недорого. Трех, ее давали только активистам, студентам. Таким, ну... Ну, понятно, я поняла. Активистам. Поэтому мы получили, слили. Мы были на скайпачкой, я аккордионисткой. И... И поехали. И молодые учителя. И что бы, ну, конечно. Вот. Так что мы поехали. И очень хорошо. Очень хорошее было время. Это было мое первое. А вы проводили беседы КГБ? Мы сдавали. Вы же молоденькие девочки. Конечно. Мы сидели, так как мы входили в райком, в комиссию. Еще и в комиссию. Да, да. Так что мы комсомольцы. 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 Мы еще были комсомольцы. До 28 лет комсомольцы. То есть мы по всем статьям подошли. Мы по всем статьям прошли. Нас проверяли. Ну, так. Сколько медалей. Сколько комсомольцев. Как вести. Что делать. Группами держаться. Ну, как всем проходит. Такое. Польша. Курица не птица. Польша не заграница. Так же тогда говорили. Курица не птица. Польша не заграница. Ну, не важно. Я тогда на то время первый раз побывала. Я первый раз услышала такую поговорку. Да то, что курица не птица. Польша не заграница. Вроде как тут. А мне было вау. Вау. Я прямо. Мы там и золото продавали. Мы все, что нам нельзя говорили. Это нельзя. Мы на себя все, что нужно было себя продали. Покупали всякие. Были батники модные. Ну, все, что можно было еще. Шопинг. 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 Сейчас, помню, купила махровый халат. Такой легкий. Потом я с него тебе шила курточку. Когда-то была маленькая. Курточку такую с капюшончиком. Такая махровенькая. В общем, так. Что можно было. Купили. Приехали. Затоваренные. Вот так что все. Это коротко. Значит все. Вот этот период в Тольменке до 25 лет. До 24 я приехала. А потом мой брат поехал служить прапорщиком в Балтийском. Это на крейсер Свердловск. Если Надюшка смотрит, меня не даст собрать. Я уже не помню. Короче, этот крейсер. Мы были шефы над нашим городом. Так что-то вроде подшефное. И набирали офицерский состав. Ну вот. И мой брат поехал прапорщиком туда. В город Балтийск. Калининградской области. Вот он поехал. А через год я приехала к ним. Так как я была не замужем. Я поехала выйти замуж за водя. Почему вернулась начала? Нет. А почему вернулась? Ну потому что, по-моему, Лиля уехала. Вот этот какой-то кусок я не помню. Или я прямо из Тольменки оттуда. Да, почему ты решила бы уехать? Ну потому что он уехал. Он себе делает свои дела, свою карьеру. Ты чему-то уехал? Брат уехал с невесткой. Они уехали туда. И что? Они там хорошо получили трехкомнатный дом. Ну такой вот как ваш тоже таунхаус. Такой тоже был подвал. Первый этаж и второй этаж. Такой хороший они получили, как военные все. Это же военная база. Военный городок. Закрытый. ЗП у меня была в паспорте запретная полоса. В паспорте писалось. Поэтому это Балтийская. Это была военная база. Там были одни военные. Так как у меня дедушка военный. И что ты туда поехала? Слушай, так как у меня дедушка военный. Папа военный. И брат. И я поехала себе искать мужа военного. В качестве кого ты туда поехала? Я поехала к брату жить. Как это в качестве? Это военный городок. Так меня я так... То есть ты военный. Ты какое отношение имеешь? Ну как сестра поехала к брату. Так ты что, 5 лет взрослая женщина? Ну и я поехала к нему жить туда. Я поехала туда. То есть ты тоже там... Валя, у нас тут есть, значит, место. Ищут преподавателя музыки. Нет, ничего. Я поехала просто. То есть просто ты поехала. Я просто поехала. Я очень часто, кстати, между прочим, я всегда хотела вырваться с Барнаула. Я не знаю. Я всегда куда-то хотела уехать. У нас все родственники жили в Киеве. И я, когда ездила в Киев в отпуск, я всегда сама на всякий случай брала трудовую книгу, диплом свой. Первый. Я всегда в надежде, что вдруг я останусь. Мне бы хотелось остаться. Где-то как-то. Мне хотелось вырваться. Вот мне что-то хотелось из дома вырваться. А то я уже вырвала стальменку, я уже нажилась там самостоятельной жизнью. Вот. А теперь мне все время хотелось... Вот тянуло меня куда-то в Европу. Я не знаю, как... Вот что-то тянуло меня туда. Ну, во-первых, все потому, что дедушка, бабушка, все киевляне. Мама родилась в Киеве. То есть, может быть, какой-то такой... Какой-то незримый звук в крови меня туда звал. Хотя ихней крови. Хотя я сам родилась в Сибири. Вот. Не знаю. Мне всегда хотелось уехать. И когда... Когда уехал брат и невестка, то есть, будем говорить, моя подруга Надюша, которая до сих пор остается ею. И она предложила, чтобы я приехала. То есть, в первую очередь, она была не против. Это много значит. Брат братом. Ну, если бы невестка не захотела. Сказала бы, не пошла бы ты. Чего ты? Зачем ты нам тут нужна? Она меня тут позвала, пригласила тоже. Как-то мне эта уверенность вселила. Ну, вот. И... Я поехала. Тоже поехала. Рисковала. Я думала, мама меня не отпустит. Как судит, она сказала, поезжай. Дочь, я взяла судья. Поезжай, вот так, говорится, в никуда. Просто поезжай, брат. А что там будет? Как там будет? Может, я вернусь? Может, что? Ну, поезжай, посмотри. Я поехала. Молодец. Я поехала. Я теперь вспоминаю. Я к ним же нет. Я в отпуск не ездила. Я приехала сразу. Я приехала сразу со всеми своими документами. Со всеми приехала. Пока мама рассказывает. Нет. Все это классно. То есть ты приехала. Я приехала. Такая активная пошла жизнь. Смотри, я сразу приехала. То есть ты почувствовала себя в своем месте? Нет, нет. Ой, как ты красива, моя девочка дорогая. Я ничего не почувствовала. У меня не было выбора. Я просто, я тебе вот до этого расскажу, что я ездила все время в Киев. Я каждое лето почти в Киев ездила. И мне всегда хотелось там остаться. Я всегда приезжала, продала книжки сюда. С дипломом. И с надеждой. Да, да. И все время думаю, может я останусь. А вдруг вот, ну, хотелось уже 24 года, 23. Ну да, после 27 в то время замуж. После 27 все уже начали уже, типа, говорят, да, старая дева, может быть, уже все, пора. Ну, я, конечно, на это не обращала внимание, но как-то моим родственникам как-то во дворе капали немножко, помолча Валечка засиделась. Вот. И, может быть, еще и от этого побежала. Поменьше вот этих вот бабушек на скамеечках. Вот. Поэтому я все время с надеждой в Киеве не получилось. Я, кстати, когда приехала, тогда искала в консерваторию, куда-то в хор хотела посмотреть. Короче, я искала, не получалось. И тут я уже в Балтийск. Ну, они уехали. Ну, думаю, поеду попробую. Да, да, нет, нет. Я тоже с дипломом не совсем поехала. Я говорю, мама меня отпустила. Я боялась, что она не отпустила. Она сказала, поезжай, попробуй. Ну, и все, короче. Мы приехали, конечно, очень сильно. Мне Надюша помогала. Ленька была все время на службе. Ленька была. Леня. На службе, да. На корабле. Мы с Надей, конечно. И, конечно, я очень, Надюшенька очень, я благодарна. Она знает. Потому что, если бы не она, если бы не ее, вот это, если бы она не сказала, Валя, приезжай, я ничего против, и давай, и все. И красота. Я приехала, она везде. Она уже работала в музыкальной школе. Она тоже пианистка. Вот. Поэтому она уже работала в музыкальной школе. У нее какие-то там знакомства какие-то были. И мы с ней туда пошли. в детском садике мне не понравилось между работниками. Не хватило то, что не хватило, то факт, а потом я говорю, я же рассказываю, перешла туда, не слышала. Не, 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 не надо повторяться. Да, 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 что я там и там, и там же. То есть ты как-то так себя сработала? Я вошла, да, да, конечно. Туда, сюда, я уже нашла. Город маленький, закрытый. И надо было эту работу еще тоже найти. Конечно, вот я и говорю, что это... И удержаться, и удержаться там. Это достаточно сложный такой момент. Это как база. А мне как-то правда везло. Там я была, спала за учетом. Тут я стала худруком поставили, художественным руководителем Дома культуры. А как так сразу стали за счет того, что уже какой-то образовательный? Ну, во-первых, у меня какое-то образование. Я еще училась, и... Ну, просто как там, ну как там. Жены офицеров, они в основном просто, просто база военных. Кто-то дома сидел, не хотел заниматься. Кто-то, ну, роды такие, как мы работаем. Ну, и все, и мы. Мы себе работали. И там же я познакомилась с моим. Ну, почему? Да. Где? В Доме культуры. В Доме культуры, да. Он играл, у него был свой ансамбль. Да. Он служил в гражданском флоте. В гражданском. Вот. Офицеры входят. Группами ходили офицеры. Капитаны, майоры. Все холостые, все насматривались. А мне вот упал глаз на мужа, который служил в гражданском флоте. То есть они не ходили в военной форме. Они были в гражданском. Ну, короче, они играли на танцах, а я там работала. Потом я начала очень правильно ставить голос ему, чтобы он правильно пел, правильно дышал. И вот мы с ним задышали вместе. Вот. И очень быстро я, например, в июле приехала. И в следующий, и ровно через год я вышла замуж за него. По этому свадьбу мы сыграли такую молодежную, как говорится, вскладчину. То, что нам дали денежки, мы за это в ресторане заплатили, за этими деньгами. Вот. Невестка Надюша моя, она мне, значит, подарок сделала. Платье свадебное там мне шило. Знакомость свадебная. Платится просто. Вот. Так что очень все скромно с букетиком. Очень скромно мы провели свадьбу. Вот. И ровно я говорю, в июле приехала, и в июле, в конце июля у нас была свадьба. Да. Да. Вот так что... Да, 7-7 год вышла, вышли замуж. Вышли замуж, и через месяц Сережа пошел, он уже отслужил в увольнении. Закончил. Закончил в увольнении, как надо... Нет, увольнение. Он просто уже... Да, он уколился, и самое интересное, вот это я хотела... Мы очень хотели жить самостоятельно, естественно, нам там... Мы подумали, что нам там оставаться... Нет смысла, нам нужна была своя квартира. Мы должны были своим домом зажить. И мы искали, куда нам поехать. Где нам быть. Вот. На Украине... А Сережа с Украины. Вот. Ну, на Украину как-то... Нам хотелось вот с чего-то начать. Мы думали, куда-то на восток поехать, чтобы в молодежной стройке, где строились, типа, Байкал-Амурской магистрали, туда все ехали. И мы хотели в какую-то такую молодежную стройку, может, попасть. То есть вы хотели свое? Мы хотели сами... Нет, нет. Что-то свое. Мы хотели сами. Вот сами хотели чего-то начинать. И мы прослышали, что на Украине город Припять. Долго слушали. Так, ты выпила обед? Припять. И мы туда, значит, набирая, что молодой город строящийся, и мы туда отправили первую гитару. Начали отправлять посылки. А куда? На почту слали просто? Мы гитару... Нет, там был... И там уже кто-то был. Кто-то с Сережей был, там, где он служил на корабле. Там была его повариха, что ли, или кто-то. Она тоже закончила службу свою, или там уже гражданский флот, и поехала туда. Она оттуда, с Припяти. Ну, понимаете, да, Чернобыль? Вот. Но никто ничего еще не знает. 78-й год. Она туда уехала, сказала, ребята, приезжайте к нам. У нас молодой строящийся город. Молодим, найдем работу, вам тут квартиру, все мы сделаем. Все, мы думаем, ну, точно. И мы ей туда отправили гитару. Первую гитару отправили. Мы решили, все, мы едем туда. А еще тогда, я даже не знаю, почему, ну, что там, я не знаю, или Бог, или все. Вселенная, кто-то над нами стоит, ангелы-хранители, не знаю, кто-то. Я уже забыла, что нам помешало, потому что Сережа потом еще куда-то ездил. Мы хотели куда-то, мы не хотели. У нас была возможность, конечно, например, поехать в Сибирь, я возвращаться, естественно, не хотела. Хотели на Украину тогда уже, к нему домой, на Франковск. Там тоже небо, житье, жилье, жилье, жить негде. Там брат с женой жил, и мама, и одна, один дом, две комнаты, некуда ехать. Короче, я не знаю, что нам помешало. Я не знаю, что, как нас оттуда Бог отнес. Вот, вот, в 78-м году мы туда не поехали. Мы гитару отправили, но мы не поехали. Или мама стала звать нас, ну, свекровь. Слушай, это действительно интересно. Ну, я тебе говорю, вот я не... Вот этот момент надо... Я не хотела забыть, да, я вот думаю, вот это не забыть рассказать, как нас Бог охранил от этого. Я даже не знаю, почему. Потому что Терешка потом еще куда-то летал, наверное, на самолете, куда-то мы еще хотели. Мы искали... Иду. Мы искали молодежное вот это. Ты знаешь, куда вот молодым, где нужны молодые специалисты, где дают квартиру. Нам главное квартира. Мы хотели жить. Жилье, квартира. Да, это все. Однозначно, мы туда не поехали. Гитара наша уехала. Терешка очень хорошо играл на гитаре. Вот, пел прекрасно. Естественно, было за что влюбиться сразу, без памяти. Вот, так что... Вот так вот у нас в жизни получилось. И мы туда не поехали. Решили, значит... И Сережка решил, да, едем к ним туда, на Западную Украину. Это Ивано-Франковск, Западная Украина. Для тех, кто не знает. Ну, мы туда уехали. Все мне говорили, куда-то едешь. Конечно, очень хорошие друзья за год у меня появились. У нас, Сережа, там, вместе, где мы работали. Вот, балтийские. Очень хорошие, очень хорошие друзья. Меня всегда окружали. Вот, меня всегда окружали хорошие, преданные, настоящие друзья. В этом плане я в людях разбираюсь. И даже это не скрываю. И без скромности, без ложной. Всегда меня окружали хорошие, надежные друзья. И приятели. Так что, тоже балтийские хорошие все были. Такие девчонки, пары, там, семейные пары. И они говорили, Валя, ты едешь, ты едешь на Западную Украину, с трехзубцами ходят. Там тебя раз с мужем разведут. Не едь. Ну, а здесь. Любовь. За мужем. Мы жили тоже там уже на квартире. Ну, вот. Ну, все-таки рядом с его домом, с мамой. Вот. А мои-то в Сибири остались все. И так мы прожили на квартире два года. Три. А потом родился наш ребенок. Я не сразу родила. Через четыре года, можно сказать, мы четыре года жили без детей. Мы так думали, что нам будет квартира. Так оно и получилось. Так получилось, потому что мы когда там, где жила, свекровь, этот дом должен был идти под снос. Поэтому мы там были прописаны, жили в другом месте. Все, надеялись, когда-то уже снесут. Вот-вот уже нас снесут. И нам всем дадут квартиры, потому что мужа еще был брат. А все-таки как решила приехать в Новый Франковск? Потому что мы нашли выхода. Ну, как-то все, да. Как-то больше мы... В Сибирь я возвращаться не хотела. Это же не обсуждается. Вот. А все-таки Ивана Франковск, все-таки моя мечта была жить в Киеве, Украина. Ну, это та же Украина. Как-то так подсложилось, что мы уехали на Украину. Потому что вскоре и Надя тоже с братом вернулись в Барнаул. Там что-то закончилось у них. Все, служба закончилась. И они вернулись в Барнаул. И куда нам? И нам просто негде жить. На каком основании нам бы никто ничего не дал, бы Сережка уволился с этого флота. И где, и где. Я могла бы подрабатывать ему негде. Ну, да. Ну, в общем, все. Я все рассказала уже. Все, короче, до твоего рождения. Что вы уже прошли. Как тебе первые сложности? Ты приехала жить на Украину. Ты почувствовала разницу менталитета между себя и Украиной? Я вообще ничего не почувствовала благодаря тому, что меня вот так вот муж вот так ограждал от всего. Он даже не пускал меня в ЖЭК, чтобы я пошла сама. Вдруг там начнут материться. И ты услышишь? Да, и я нет. Все с ним, все. Я ничего не почувствовала. Мне никого не нужно было. Ни друзей, никого. Мне просто я была вся в любви, в счастье жила. А вот поздно вышла замуж. И мне так все-таки повезло. Я считаю, что я все-таки по любви вышла замуж. По огромной. И что я это прочувствовала. И Инке всегда говорю, доча, надо прочувствовать. Я это прожила. Пускай я прожила это не долго, не 50 лет, не 40. Но мне эти годы были, потому что женщины могут всю жизнь жить. И не знать этого. Я прочувствовала всю, всю любовь, все к себе отношения. Заботу. Заботу. Когда он приезжал еще в Балтийске, когда он на танцах играл, а я была дома, он приезжал на мотоцикле, была с другом. Приезжал для того, чтобы поцеловать, посмотреть на меня и уехать дальше работать там на танцах. А я оставалась. И все, я кайфовала. Я просто кайфовала. Это такое счастье, когда есть любовь, когда есть это чувство. Я уже хотя бы в годах, но я это помню. Поэтому все, мы прожили, мы поставили себе цель чуть-чуть отодвинуть рождение. Все-таки надеялись, что нас снесут, снесут. А потом думаю, все, уже некуда, уже к тридцатнику подходит. Надо уже, надо что-то делать. Надо рожать ребенка. Вот, ну и все. И появился наш ребенок. У нас не разница в тридцать лет. Ровно в тридцать лет. Маме было в тридцать лет, когда она меня родила. Да, да, да. Мне в тридцать должно было исполниться в декабре. Да. А я в декабре родилась. Так что именно в тридцать лет. Поэтому у нас не в тридцать лет разница. Двадцать девять, не полных тридцать. Да, да. Да, так что вот так вот родился ребенок наш, и мы еще пожили как-то вместе, и тут нас берут и сносят. Нет, нет, просто сносят уже, да, 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 это просто как-то получилось, что рассеялась квартира, сейчас мама ушла, свекровь ушла жить к своему любимому мужчине, Люда с братом получил, брат получил, да, квартиру там они от завода им дали, и мы остались одни в этом доме, боже мой, мы там чудеса начали, а они сносить будут, будут, да, будут, будут сносить, будут, скоро будут. Так мы там уже и подвал выкопили, сарай, сережка поставила, все у нас, мы там такие газды были, хозяйничали, так и двор себе оградили, то есть мы зажили, зажили. Как свой дом вдруг, целый дом, хозяйство, начали все по-своему делать, и тут, да, потому что там, где его родители жили, да, это был одноэтажный дом, такой одноэтажный дом был такой, при заводе, но он был одноэтажный, и получается, ну да, как дом, как дом собственный, но он не был собственный, он просто был при заводе, как это называется, ведомственный, боже, все русские слова, господи, ведомственный дом. Ну ладно, сколько ты уже используешь слово ведомственный. Ведомственный дом, вот, поэтому мы там себе ходяничали, когда мы сделали ремонт, когда мы все, полы переселили, нам капитальный ремонт сделал, нам говорят, а вас сносят, здрасте, приехали, и у нас прям садик был во дворе, доченьки, туда-то. Очень долго просто люди с Украины ждали, когда ты приедешь, но расскажи, все равно ты не ответил, то есть менталитета ты не почувствовала разницу, а с газом? Нет, 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 нет. Потом ты поняла разницу, какая разница между сибирским, вот, твоей ментальной, сутки? Нет, это уже потом, во-первых. Это уже больше дальше, чем дольше ты была, больше раскрывалась. Я полная вообще атеист была, как у нас не было, это все запрещено было. Ну, как ты ее рассказывала. Да, да, это все никто ничего, а там приехала, там церковь, церковь, все ходят в церковь, все молятся, все выражат, все, ой, это потом. Это отдельное. Такое черное, все вот это я, то, чего, то, чего мне предупреждали. Тоже немножко заприкоснулось с этим. Это неприятно, да, так что в этом плане, да. Но это было потом. А так как сибирские люди, как были открытые, вот так как открытые, добрые, так оно, так это черное сохраняется, да, да, без камня за пазухой. А так в отношении чего-то там особого менталитета, ну, своя культура, своя музыка тоже, совсем песни украинские, это уже отдельно, это совсем, это совсем по-другому. Да, просто другая культура, это все, и в общем, да, это уже потом интересно. Ну, в общем, вот так неожиданно мы рассказали третий десяток. Вообще просто обалдеть, я ребенка своему благодарна, потому что это вот действительно забывается уже. Сейчас знаю, что будут звонить, звонки будут говорить, а, вот это забыла сказать, а вот это, может быть, кто-то не сказала. Потому что еще первый десяток все равно, ты приехала мало на Украину, ты приехала в 26 лет. Да. 26 лет, то есть до 30, это 4 года, там как раз вот это вот пока там жили, пока... Там я вообще жила как в раю, как во сне, как все, да, да. То есть не было каких-то таких больших передряг. Подожди, а работать, ты работала или ты дома была? Нет, здрасте, я сразу пошла во двое скульптуры. С первого дня я там, как начала, так и я просидела все 20 лет там. То есть вот это интересно, то есть мы поговорили немножко про замужество и вот этот вот квартирный вопрос. Да, 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 я приехала, да, да. Ты не сказала, а про работу? А работу я сразу тоже нашла, тоже, опять же, была при ТЖ. Про ТЖ, да. Да, у Свекровь знакомая, она Свекровь была заведующей телеграфом. Смотрите, у тебя в лице по жизни с работой проблем не было? Да, и я пошла, можно сказать, по специальности. Да, да, да. Поэтому я туда тоже приехала, но там уже ж не было еще такого, чтобы на украинском языке, еще не было. В 78-м году, да. Я сразу приехала и сразу, и куда я сразу попала? Заведующая детским сектором, ни больше, ни меньше. Я везде что-то, везде какие-то... За руководящие... Ага, ага, вот так у меня такая внешность, Инга, такая у тебя. Так у меня вот оно отпечаток или что-то. Я, как я говорила, когда была маленькая, говорила, мама, ты очень злая. Мама злая, а то, ну а, без очков тебе хорошо сними очки. Сними очки, да. Такой у меня партийная внешность, видно. Вот это и не знаю. И тут я тоже только открылся недавно этот дворец заводской, дворец культуры при заводе. Шикарный был в новой, когда остановился. И все, и сразу... Тоже военный завод. И я когда увидела... Военный же завод. Военный завод, и я увидела... Радон. Думаю, какой... Да, позитрон. Позитрон, потом он стал Радон. Напомню, позитрон всегда был. Ну, Радон назывался завод Радон. Позитрон. Позитрон на него называется. И позитрон зовут. Да? Да, доченька. Ну, вообще, Радон везде был. Ну, вообще-то не обманывай. Добрый, друзья. Вы смотрите канал OneDay. И сегодня мы начинаем новую рубрику на канале. Самое сталкерство. Тобто, мы хотим показать, что творится на старых заводах, старых фабриках, будинках, коллекторах. Пока что Ивано-Франківська. Показать, насколько колись потужные предприятия стали зараз взагалі просто руинами, в которых ничего не лишилось, все разекрали. Сейчас мы стоим біля знаменитого завода Радон, который был открыт в 67-м году. Займался виробництвом микроэлектротехники, пилат и разных таких технических засобов. Хочем зараз показать, что с ним сталося, что за этими сцинами зараз происходит, что лишилось, ну фактично там ничего на всякий я знаю, не лишилось. Я тут покажу. Так что, может быть, потом уже, не знаю. Не знаю, я уже таких мелочей не помню. Просто хочу сказать, что я когда зашла просто в тот дворец, просто мне, вон, такой был красивый. Такое вот эти стекло. Сейчас там магазин. Да. И развлекательный центр. Стекло. И вот эти ступени. Я ставлю, найду. Прозрачные, если есть, да. Такие старые, можно покрасить. Такой красивый. Я думаю, я хочу тут работать. Ну и все, я пошел в коллективе, и все. И там ты отработала. И там я отработала, и там, благодаря всему, я попала, можно сказать, в Израиль. Подожди, а вот в школе, в 10-й, ты работала, потому что у тебя была связь. Да, потом я была и Хорвила. Хор была. И Хорвила опять же. Опять же Хор там была. Ну, в общем, начала, ты сразу приехала. Я приеду. И сразу попала. И личный вопрос как-то так потихонечку решался. Сразу ты работала, но с этим сложностей никаких нет. И работа была, коллектив был хороший. И работа была, как говорится, не бей лежачего. Просто я набирала кружки. Приходили руководители, мои кружки работали. Я их проверяла, чтобы все было вовремя. Опять же, вот эти академические концерты, кто там проводил и все. И при этом я еще, это просто, они были наши подшипные, еще в эту школу, 10-ю, я тоже там хор вела, ансамбли. То есть она пошла по своей линии музыкальная. Вот потому мне вот это жалко. Поэтому мне вообще жалко, что у меня при этом, при всем, везде у меня был педстаж. Да. Везде педстаж, а теперь и что? И куда теперь его? И нигде он, ни педстажа, ни музыкальной, никакого стажа, вообще нигде ничего. И я вот фигушки, извиняюсь, заработала эту пенсию. Ничего, нигде. Мне как-то вот за это обидно, что мы вот шестидесятники, пятидесятники, мы как-то между небом и землей. Мы себе, кто уехал, и пенсию толком не заработали, и работали. Ну, можно сказать, что нас государство выучило. А я еще летала на учебу. Я дальше с Украины летала на учебу, на заочную. Ну так, расскажи. Заочно летала, прилетала домой. Там жила все по общагам. А я жила у себя дома. Я приезжала дома, приезжала, когда мы учились в музучилище, уже последние курсы. Вот это я им... То есть в музучилище не рассказала, как ты пошла учиться? Нет, я же рассказала, когда я перешла в музыкальную школу, пошла в министерство. Сколько лет ты училась? В министерство пять. Пять лет? Так было четыре, очно, а заочно, получается, на год больше всегда пять. Я не помню, в каком году я поступила. Неважно, я знаю, что я лет... Ну, кому это интересно? В общем, в том числе, я пару раз летала на экзамен. Да, насчет внешности, к чему я еще вот это хотела сказать. Когда мы приезжали, особенно на зимнюю сессию, все мы собирались, тоже группа, тоже вот знакомые, тоже еще друзья, приятели. И вот мы же там все в мехах ходили, в мехах все. Значит, ну, я уже была, у меня такая шапка была из Харька и воротник Харьковый. И когда мы приходили, всего месяц у нас была сессия, и нам нужны были классы заняться, поиграть, порепетировать. А классы все заняты, очниками, а мы же заочниками. И вот мы с девчонками собирались, я заходила в класс. Я говорю, так, девочки, у нас сейчас урок прошло освободить. Они, значит, все я в очках, в шапке, да, и вот говорю к тому, а нет, извините, все, и пошли. Какие-то первокурсники, второкурсники, а мы себе пришли. Пришли крутые бабы. Мы пришли, девчонками сели уже там, ля-ля-ля, и так просто класс, где перебыть. Нахалы, короче. Вот я говорю о том, что где мне играет моя внешность, да. Вот тут я всегда представительства у меня всегда хватало. Да. Маму, всем спасибо тебе за этот рассказ. Это было интересно. Действительно, какие-то тоже я для себя детали узнаю, которых я не знала. Вообще не знала, что несколько лет жила на съеме. Конечно. И вообще вот этот участок не знала твоей жизни. То есть интересно, я каждый раз что-то все-таки узнаю такое. Да, да, доченька, это я тебе очень благодарна, потому что я никому это не рассказываю, никому это интересно. Да, знаешь, какие-то там центральные события. Да. Мы только вспоминаем с Надюшей моей. Центральные события. Я знаю твоей жизни. Да, мы с ней можем общаться, только она мою жизнь знает. Она из той жизни. Она моя подруга с 18 лет, она была, я ее, как говорится, сосватывала за своего. Брата. Поэтому у нас с ней близко, только ей интересно, а я и она знает. Остальные, никому нет. Да, но даже я, я знаю центральные события, то есть как бы там... Ну понятно, о чем мы говорили с тобой когда-то, у тебя тоже когда-то мы говорили. В 17 лет приехали в Израиль и все, и все, закончилось наше общение. И все, ты уже сама себе. Вот, так что хорошо, мамусь, ну все, спасибо тебе за сегодняшний рассказ. Спасибо, что вы слушали. Спасибо, что вы слушали. Если кому, мне просто с удовольствием... Задавайте свои вопросы, пишите комментарии, будем с удовольствием ждать, ждать, ждать. И, конечно же, мы продвигаемся в нашем рассказе, поэтому в следующем видео, уже совсем скоро... Ты уже анонс собираешься делать. Вы увидите четвертую часть. И четвертая часть тоже будет по-своему интересная, потому что там... Что там произошло? Там сильно еще ничего не произошло. Произошло. Четвертая часть, это уже... Не произошло. Что произошло? Нет, поймите в виду, когда вот перестройка пошла, вот это все, как это влияло, вот это время, оно тоже... Сколько фильмов-то снято на эту тему, я думаю, тебе тоже будешь что-то рассказать. Да ну и никому ничего не откроешь. Вы, конечно, не были участниками мафии никакой. Вот. Ну, просто про тяжелых времен, как это все было, какие-то вещи, и как тогда рождались рецепты на кухне. Из говна конфетка, как говорится. Это родилось в 90-х. Какая-то поговорка. Так же, ребята, спасибо, что были с нами еще один день. Всего хорошего. С наступающим. Может, что-то где-то не то сказала. Я прошу вас, пишите все, кому не понравилось, кому понравилось. Мне все интересно, может, что-то не договорило, может, кто-то скажет, а вот это как. А вот в этом году, что вы делали, к примеру, я говорю, нам все будет интересно. Да, все. Спасибо, пока. Спасибо большое. Bye-bye. Bye-bye. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Спасибо.